Всем привет, сейчас очень поздно, но я решила сделать этот влог, потому что у нас неделя влогов, и она, кстати, подходит к концу. И да, для тех, кто только что догадался, что это была неделя влогов, всем привет! Точнее, не всем, а тем, кто не догадался. Я хотела вам сказать, что эта неделя влогов, которую я провела, собственно, на этой неделе, она самая лучшая была и самая удачная, потому что столько позитива, который исходил из комментариев, из количества пальцев вверх, количества просмотров, не знаю, просто невероятное количество. И этой неделе я была очень счастлива и, не знаю, была уверена в том, что то, что я делаю, делает вас счастливыми, а для меня это самое важное, потому что в моей жизни, не знаю, сейчас будет, наверное, очень лично, вообще сейчас будет такой сентиментальный влог, но вообще в моей жизни я очень часто нуждалась в каком-то позитиве извне. И, кстати, я не особо люблю слово позитив, но я его, ой, какая у меня растрепанная башка, боже мой, я похожа, знаете, на бойца какого-то, ну, бокс. Я, кстати, вот, не люблю, как я уже говорю, слово позитив, но почему-то я очень часто его употребляю, наверное, чтобы, знаете, как внушать себе, что я счастлива, что у меня всё прекрасно и что жизнь моя идеальна. Ну, может быть, не идеальна, но, во всяком случае, мы стараемся её сделать такими, я и мои родители, моя семья. Но, так, о чём я сейчас говорила? Я всегда саму себя сбиваю. Да, я очень часто в своей жизни нуждалась в каком-то позитиве извне, и я очень рада, что то, что я делаю, и вообще, почему я стала снимать видео, оно начинает работать, смысл этого всего. Я доставляю вам удовольствие, и просмотр моих видео для вас приносит счастье и расслабление. Решила поставить, а то мне очень неудобно так разговаривать. У меня с лицом всё нормально? Нет, но всё равно мы продолжим. В моей жизни очень часто были такие моменты, когда я нуждалась в какой-либо поддержке или позитиве. Позитив, опять это слово, но... Со стороны, не знаю, музыки, фильмов, потому что все те переживания, которые у меня были в жизни, я старалась и как-то пережить самостоятельно, потому что... Свои сетки тараканы, они свои, и никто не сможет тебе, не знаю, помочь собладать с ними, и бла-бла-бла-бла. Все знают, что я также какое-то время сидела на антидепрессантах, но это было буквально 2-3 дня, не больше, потому что... Ну, это, собственно, было... Я рассказывала, да, всем, что у меня болело сердце, это все знают, вот, на нервной почве, и что я обследовалась у всех врачей, и мне сказали, что, девочка, у тебя типа нервного тика, вот. Вот, и это было единственное решение, посидеть на этих таблеточках Михалкова, что, собственно, мне не помогло, потому что... Нет, оно мне помогло, но я поняла, что это совершенно не выход ходить каким-то веселым человеком и радоваться всему, и дружиться с вами, не знаю, с людьми, которые тебе не нравятся, и... Приносить всему миру счастье. Это, конечно, хорошо, но когда тебя очень много, и ты везде вот такая вот... Бегаешь, ты начинаешь всем надоедать, и все думают, что ты какая-то больная. Так что я перестала все это употреблять дело. Это все было легально, так что не думайте. И ничего в этом такого уж офигенского не было. Просто я себя чувствовала на подъеме постоянно. То есть мне хотелось сделать все-все-все вот так вот. Даже похоже на фильм, знаете... Как-как-как фильм? Рекомен по мечте, когда у него мама, если кто смотрел этот фильм, была очень веселая, но она, правда, наркотики перебрела, а я нет. Так вот, вернемся к теме, когда я чувствовала себя очень плохо эмоциональной, когда у меня были проблемы, потому что я человек, и я частенько себя чувствую некомфортно с самой собой, и у меня есть проблемы, которые надо решать, а я их не могу решить просто потому, что у меня нет ни сил, ни возможностей это сделать. И да, вы сейчас видите, кроме моего компьютера, но бог с ним. Я поставила та камеру, потому что я отличный оператор, так как я страшно, боже. Ну ладно, ничего, сейчас очень поздно, мне можно. Так что, когда я себя чувствовала морально плохо, я смотрела фильмы, я слушала музыку, смотрела YouTube, очень много YouTube, и в какой-то момент я поняла, что те люди, которые создают видео на YouTube, те люди, которые снимают фильмы, позитивные фильмы, они делают мою жизнь легче, потому что я смотрю их фильмы, смотрю их видео, и мне поднимается настроение. И я стала это замечать и поняла, что я хочу это делать. Я хочу делать что-то, чтобы заставляло людей улыбаться. Чувствую себя, знаете, вот просто... Есть такие люди, которых слушаешь и успокаиваешься. То есть их голос тебя... Блин, забыл слово. Ты успокаиваешься одним словом. Вот, и я всегда хотела быть таким человеком и делать что-то, что, не знаю, чтобы делать людей счастливыми. И эта неделя мне показала, что вы по-настоящему отдыхаете, когда смотрите мои видео. А для меня это самое главное, потому что я хочу знать, что, как мне когда-то кто-то помогал, я хочу знать, что я тоже делаю какой-то вклад. И я хочу знать, что, когда вам плохо или когда у вас плохое настроение, вы зайдете на мою страницу и посмотрите, как я по-дебильному дурачусь и танцую. Хотя, предыдущее видео, да, я совершенно не могу не танцевать, не петь, но все же. Но я надеюсь, вы получили кусок своего счастья и посмеялись, и подумали, господи, какая она больная, она прикольная. И улыбнулись, потому что это самое главное. И все, что я делаю, все, что я снимаю видео, я делаю для того, чтобы люди, чтобы когда вы включали это видео, утром или вечером, неважно в какое время дня, вы просто смотрели бы его и расслаблялись, чтобы вам было легко и приятно на душе. Потому что на меня именно так все и действует. Когда я себя чувствую как-то вот странно и непонятно, у меня какие-то странные мысли, я стараюсь как-то переключиться, посмотреть какой-нибудь фильм или очередное смешное видео на ютюбе. Мне становится действительно легче. И все, что я делаю, я делаю для того, чтобы, как бы ни звучало это банально, но помогать людям. Но это действительно так, потому что меня это расслабляет. И если это расслабляет вас, если вам нравится то, что я делаю, если вы смеетесь, улыбаетесь, моя жизнь просто идеальна. Значит, моя идея, которую я задумала, она работает. И это прекрасно. Ну а по поводу того, что у меня иногда бывают не очень приятные мысли, и что, конечно же, я человек, у меня бывают депрессии, когда ничего не хочется делать. И просто, не знаю, то, что хочешь достичь, оно недостижимо, но ты все равно работаешь на это. То есть, что-то делаешь, что-то создаешь. Бывает, когда, знаете, безысходность или еще что-то. И, как я уже говорила за этот год, у меня что, сейчас волос был на лице? Вроде нет. Надеюсь, я его не желала. Вот я буду потом редактировать это все и смотреть. Господи, больная, у тебя не было там волоса. Зачем ты вот рвала свою речь? Господи, мне надо это все вырезать. Но нет. Катя, Катя, оставь это все и выложи в интернет. Пускай так и будет. Хорошо, Катюха, из будущего? Я тебя люблю. Вот. Я, конечно же, человек, у меня всегда присутствует какие-то отрицательные эмоции, депрессии. Поэтому я иногда не хочу, например, или не снимать видео или еще что-то, потому что иногда эмоционально я просто не выдерживаю какие-то мысли или передряги. Я не хочу вливать это все на вас, потому что, как я уже сказала, я хочу, чтобы вы получали от меня только позитив и хорошие эмоции, чтобы вы смотрели меня и расслаблялись. И поэтому, наверное, я не выкладываю видео, где я вся в слезах, жалуюсь на жизнь или еще на что-то. Но хотя, знаете, я не капризный человек. И вообще, это, наверное, моя черта характера такая. Надеюсь, хорошая. Я не капризная. Я всегда обижаюсь, скорее всего, даже не знаю, на то, наверное, что надо больше работать. Я не верю в то, что есть что-то недостижимое. Я просто верю в то, что иногда не хватает сил на то, чтобы... У меня нет опять волос... Так, Катя сдалбала. У меня нет иногда сил для того, чтобы дальше продолжать что-то, но я все равно делаю, делаю, делаю. Чаще всего я обижаюсь на саму себя, поэтому иногда мне нужно брать брейки и отдыхать, потому что я не хочу выливать свой негатив на вас. Вы у меня прекрасные люди, которые позитивные. И у меня самые прекрасные зрители, самые прекрасные зрители вообще на планете, потому что вы умные, у вас охрененное чувство юмора, у вас... Боже, что еще? Вы позитивные. Таких позитивных юзеров, подписчиков, фолловеров, вообще таких людей, как вы, таких друзей, как вы, ни у кого нет, поверьте. И это просто... Это вот ваше присутствие в моей жизни делает мою жизнь вообще значимой на этой планете для меня. То есть, не знаю, у меня есть ради чего жить, чтобы развлекать вас. И, кстати, всю свою жизнь я была тем человеком, который, знаете, развлекал всех. И когда я была помладше, наверное, вообще всю школу, когда я была маленькая, я училась, и я была толстая, я была некрасивая. Меня все всегда обзывали, но я всегда заступала из-за самого слабого, даже если начинала учитель что-то говорить. И я всегда шутила. Я всегда шутила, и как бы сейчас ни посмотрела меня кто из моих бывших одноклассников, бла-бла-бла. Но когда, если я начинала что-то говорить, все начинали молчать и слушали мои слова. Потому что я была той девочкой, которая всех поддерживала, когда нужно было, и всех развлекала. Поэтому мне давали право говорить свои не очень умные мысли, но очень позитивные, наверное, так. Вот. И, наверное, хватит мне здесь слюни-сопли размазывать по влогу и по вам. Наверное, хватит влога на сегодня. Я вас очень люблю и, не знаю, какой бы задать вам вопрос. Я придумать ничего не могу, так что, наверное, не знаю. Будьте просто позитивными и креативными. И когда вам плохо, пишите мне в Twitter, потому что, мне кажется, там легче всего вам ответить. Пишите мне, я постараюсь ответить. И знайте, что всегда, не знаю, я буду для вас поддержкой, хотя бы эмоциональной. Смотрите, не знаю, мои видео. Слушайте мои дебильные трансляции. И улыбайтесь, и думайте, что я сумасшедшая, что я забавная. Почему я так дергаюсь? Боже, я сама себя испугала. Вот видите. Ой, боже мой, пора в Кащенко. Или где там сейчас принимают? По-моему, Кащенко переполнена. Вот. Смотрите меня, получайте удовольствие. И если есть тот человек, который нуждается, не знаю, в поддержке, вы видите, что он ходит весь в себе, подойдите к нему, поддержите его, попытайтесь с ним заговорить. Потому что порой, да не порой, все люди нуждаются в поддержке. И даже не важно, близкий это друг или знакомый, или там, не знаю, прохожий. Мы все нуждаемся в поддержке. И поэтому, не знаю, будьте добрыми к людям. Да, приносите всем позитив. Это самое классное в жизни. Я говорю, что если вы приносите людям позитив, и хорошие эмоции, и вибрации хорошие, то вам обязательно все это воздается. И все ваши комментарии, как я еще раз говорю, все ваши пальцы вверх, просмотры, это то, что дает мне понять, что вы приняли мой месседж. Мы сейчас включили, точнее, мы. Почему я говорю мы? Ха? Потому что я говорю за себя, за себя, который будет потом это все редактировать. Я крэйзи просто, крэйзи. Потому что я уже забыла мысль. А, задницу. Вот, потому что весь ваш позитивный фидбэк, он делает меня позитивной. И когда мне очень плохо, и когда у меня все депрессивные эти мысли, я захожу в комментарии, я читаю ваши твиты, и мне становится хорошо. Так что несите добро людям, я вас очень сильно люблю, и, не знаю, поцелуйте маму и папу, потому что они у нас тоже самые главные жизни. Я вас целую. Почему я сейчас шепотом говорю? А потому что сейчас поздно. Все. Пока. 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 Продолжение следует...